Друзья, всех приветствую! На экзегет пришел новый вопрос. Как следует реагировать на клевету? Знаете, мне очень нравятся слова апостола Павла. Он пишет. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемое служение, но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Я сейчас пропущу несколько стихов. Он пишет. В честь и бесчестье, при порицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Я бы все-таки выделил ту такую фразу. При порицаниях и похвалах. Знаете, ведь клевета, ну или лжесвидетельство, она ведь бывает не только неприятная, она бывает и очень даже приятная. Ведь когда человек про нас что-то говорит положительное, но мы при этом знаем, что он ошибается, мы же не расстраиваемся. А ведь это тоже ложные свидетельства. Так что на все внешние разговоры нужно всегда реагировать одинаково. Молиться нужно и за тех, кто тебя хвалит, и за тех, кто тебя хулит. Потому что и тот, и другой ошибается. Потому что наше внутреннее состояние мы даже до конца сами не знаем, а в полной мере знает только Господь Бог. Так что, когда мы в принципе начинаем говорить про какого-то человека, даже когда мы добрые что-то говорим, мы все равно говорим ложные свидетельства. Здесь, наверное, стоит только уточнить, что намерение важно. Если я про человека думаю хорошо, то и буду говорить доброе. А если я про человека думаю плохое, то и говорить буду плохое. Но молиться нужно и за тех, и за других. Хочу только одно заметить, что молиться за тех, кто тебя хвалит, и относиться к ним адекватно, гораздо сложнее, как ни странно, чем молиться за своих врагов. Потому что, когда человек к тебе относится, ну прям вот, знаете, с какой-то даже, может быть, лестью, и прям так тебя превозносит, ты где-то внутри начинаешь с этим соглашаться, и прям даже начинаешь думать, какой же все-таки он хороший человек. А вот когда человек тебя хулит, ну, по крайней мере, все уже очевидно. Да, он тебя хулит, он тебя не любит, ну, и тогда молись за врагов. Тут нужно вспомнить, конечно, слова Христа из Нагорной проповеди, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И, как говорил еще апостол Павел, благословляйте проклинающих вас, благословляйте, а не проклинайте. Те люди, которые вас проклинают, те люди, которые на вас лжесудетельствуют, да и в том числе и на меня бывают, эти люди приносят нам благо, как ни странно. Они своим зачастую даже осознанным злом показывают и наше немощи. А вот когда нас хвалят, мы и себя перестаем видеть нормальными. Все-таки мы все тщеславные, и когда человек нас хвалит, он провоцирует наше тщеславие. Мы перестаем видеть себя такими, какими мы есть. Мы чуть-чуть становимся высокомерными, надменными, и чем выше мы вот так летим, тем потом больнее будет падать. Так что в следующий раз, когда кто-то на вас будет лжесудетельствовать, подойдите к нему, поцелуйте его в щечку, купите ему стаканчик кофе и скажите, спасибо тебе, дорогой человек. Благодаря тебе я теперь знаю, в чем мне исповедоваться. Продолжение следует...